Необыкновенная атмосфера царит сегодня здесь, в Захарово, на 41-м Пушкинском празднике. Сюда приехали ценители и поэта из разных уголков России. Да кого здесь только нет? Музыканты, художники, ремесленники, скомарохи. Все здесь пропитано духом русского народного творчества. Праздничный день в Захарово все по-пушкински колоритно. На сцене дамы в бальных платьях, которых совсем скоро сменят цыгане. На поляне народные песни и пляски, игрища на любой вкус. Для многих поездка сюда по поводу дня рождения Александра Пушкина не просто очередное культурное мероприятие, а целая семейная традиция. Приручаем свое молодое поколение к культуре, творчеству, к различным культурным ценностям. Особая гордость организаторов праздника районного масштаба – хоровые коллективы. Они приехали в Захарово из разных поселений Одинцовского района. Для выполнения задачи особой важности – создать тот самый русский дух, о котором не уставал писать Пушкин. Прось расступись, не мешай русской удалой игре. Здесь национальный колорит во всем. Даже игры подобраны народные. Правда, от этого отдыхающим не легче. Если прыжки через скакалку даются легко, то управляться с гирей получается не так ловко. Каждое государство, каждый народ ценны своими традициями. И то, что уже не первое, а, наверное, третье или четвертое поколение приезжают сюда на Пушкинский праздник – это ценно. Это правильно. Значит, жива наша с вами Россия и жить будет до тех пор, пока в ней будут такие ценители и любители настоящего русского певца – поэта Александра Сергеевича Пушкина. И, конечно, не обошлось на праздники без стихотворений великого русского поэта. Кто-то помнит их еще со школьной скамьи, а кто-то выучил специальных к празднику. Мчатся тучи, бьются тучи, невидимкая луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна, еду, еду, в чистом поле колокольчик. Динь-динь-динь, страшно, страшно по неволе средь неведомых равнин. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг, прелестный. Скорей, красавица, проснись, открой сомкнуты нега взоры. На встречу северной авроры, звездою северной явись. Больше двух веков прошло со дня рождения Александра Пушкина. Народная тропа к его памятнику по-прежнему не зарастает. Потомки бесконечно благодарны великому русскому поэту и реформатору родного языка.